На волне калийного скандала эксперты обсуждали продажу активов, стоимость акций и махинаций с ними, но это лишь одна сторона. Фасад многомиллиардного бизнеса Керимова. И это было бы сугубо его личным делом, если бы на обратной стороне того же бизнеса не было картины абсолютно противоположной. Пермский край, город Березняки, кто был там хоть раз, скажет, зрелище не для слабонервных. Разработки калийных удобрений, которые проводились в течение нескольких десятилетий, привели к гигантским пустотам. Город находится на грани катастрофы, может попросту уйти под землю. Но на это у владельцев Уралкалия нет ни времени, ни денег. Зачем? Это не выгодно. А выгодно выжить до последней тонны, бросить и уйти. То, что будет с несколькими поколениями шахтеров, похоже, волнует меньше всего. Наш сапкор в России Максим Короткин увидел, как крупный промышленный центр превращается в город-призрак. В городе Березняки Пермского края продолжает расширяться воронка. Виной всему многочисленные шахты. Жилые дома находились в непосредственной близости к провалу. Разрушена часть путей, по которым шли грузовые составы. Этот фильм екатеринбургского режиссера Роберта Карапетяна в Березняках так и не показали. Впрочем, ничего нового для жителей города Пермского края в нем нет. Каждый из березняковцев и без того знает, что в 2007 году на территории калийного рудника, который находится неподалеку от центра города, произошел огромный провал шахты. Воронку заливает водой, и это оказывает влияние на все березняки. Сообщения о том, что все в новых районах обнаруживается то разлом в стене жилого дома, то трещина в асфальте, уже никого не удивляют. Город стоит на шахтах. Много лет Урал-Калий разрабатывает соляные пласты под жилыми кварталами. И сейчас специалисты всерьез начинают говорить о том, что весь город может уйти под землю. Когда-то город калийщиков Березняки задумывался как современный производственный центр. Еще бы, здесь строили один из крупнейших в мире калийных комбинатов. Однако прошли годы, и вместо города Сада Березняки стали напоминать скорее русскую Атлантиду. С той лишь разницей, что погружаются они не в морскую пучину, а в буквальном смысле слова уходят под землю. Впрочем, Березняки и Атлантиду роднит символизм. Березняки тоже стали символом, однако не ушедшей золотой эпохи, а скорее бесхозяйственности и наплевательского отношения к людям. В дождливую погоду Березняки выглядят особо серыми. Ментально это город осени. Город, который находится, возможно, в конце отведенного ему времени. Парадоксально, но Урал-Калий, благодаря которому Березняки возникли, может стать причиной их исчезновения. Рассвет и закат города определяет эта труба. Наталью Семенову еще в советское время распределили в Пермский край из Беларуси. Ее первые впечатления о Березняках сильно отличаются от того, что видят гости города сегодня. Разница очень большая. Она видна и зрительная, видна и по настроению людей. Потому что, если раньше мы ездили в Березняки в командировке с настроением, мы всегда были одеты в туфельках. Это был город технической интеллигенции, красивый, прибранный. Там всегда была замечательная помощь предприятий школам, больницам. В Перми даже иногда того не было, что было в Березняках. Вот сейчас, конечно, это совсем другая картина. Город вызывает жалость, эти провалы. Социальная программа, похоже, тоже рухнула, перестали помогать учреждениям бюджетной сферы. Поэтому, конечно, Березняки сейчас у нас вот в таком депрессивном состоянии, как сейчас модно говорить. И судьба их, в принципе, наверное, печальная. Удивительно, но провал шахты в Березняках когда-то оказался на руку директору «Уралкалия» Баунгертнеру. До этого предприятие неудачно выставило акции на торги. Но когда случилась катастрофа и появились слухи, что провал перережет железнодорожную ветку, связывающую «Уралкалий» с соседним сельминитом, на рынке стали опасаться будущего дефицита удобрений. Цена на «Калий» взлетела. На фоне этого роста взлетели и акции «Уралкалия». Людям только от этого не стало легче. Сейчас начинают говорить, что, по сути, нужно весь город переселить на другой берег Камы. Что характерно, все расходы на это будет нести местный и федеральный бюджет. Владелец предприятия, которое дает ему миллиарды долларов, остался в стороне. Деньги будут федеральные, и часть денег, по-моему, край еще выделяют. Вот таким образом. Там порядка 8, кажется, миллиардов потребуется на переселение горожан, горожан, части горожан. О социальной ответственности серьезного бизнеса разговор даже не идет. А если идет, то какой-то бессмысленный. «Уралкалий», например, помог построить поликлинику и детский сад. Только в одной некому работать, в другой некому ходить. Но галочка в графе «доброе дело» поставлена. Остальное владельцев «Уралкалия» не интересует. На это горожане отвечают Керимову и Бомгерпниру взаимностью. Ну, они вообще к новостям относятся достаточно спокойно. Вот поэтому... Такая интересная черта, в общем-то, спокойно. Ну, хотя... Ну, как все наши россияне, в общем-то. Как и все россияне. То есть тут... Уже, ну, ничем, мне кажется, в России особо ничем не удивишь людей, которые видели, в общем-то, все. В 2007-м эти кадры облетели мир. Угроза городу обсуждалась на самых разных уровнях. Люди же просто привыкли. Привыкли жить над пропастью. Страшно, но надо, пишут они на интернет-форумах. Или не пишут. Просто живут. Каждый день думаешь, а вдруг провалишься. Знаете, ведь это такое дело. Нет, не дай бог никому. Ну, ситуация, считаю, да. Непростая. То есть последствия деятельности предприятия. То есть виновата предприятие, вы считаете? Ну, я думаю, что в результате хозяйственной деятельности не совсем правильно. Ну, если это кому-то принадлежит, значит, нужно какой-то, наверное, план действий продумать, чтобы однозначно понять, в какие сроки и за какие деньги они могут исправить ситуацию. Они и раньше как бы нейтрализовали, но, говорят, не в той степени были направлены усилия, чтобы это было капитально и практично. И поэтому все равно, в общем-то, народ не совсем удовлетворен на то, что было сделано. И я думаю, что наши все-таки должны свое внимание обратить на это дело, вот на, ну, как бы сказать, на потребность людей к нормальным условиям жизни. Это началось со смены собственника на предприятии. Пока предприятие владели господа, имеющие местные корни, они как-то немножко и заботились еще о своем городе. А когда уже пришли совсем чужие, ну, что чужим для того, что есть здесь. Белорусская Наталья Семенова раз в год старается побывать на родине. Говорит, что когда-то ее статьям и Беларуси в Пермском крае просто не верили. Она считает, что некоторые наши соотечественники просто не ценят то, что видят вокруг себя. Знаете, белорусы, может быть, недопонимают вот той помощи государства и заботы государства, которую они имеют. Им кажется, что это мало. К хорошему привыкают быстро. Но если бы они пожили недельку в России, в наших условиях, да, ну, не имея больших кошельков, я говорю о людях, там, об интеллигенции, о простых людях, то, я думаю, что собрали бы бонатки и без оглядки как можно быстрее вернулись домой. Жители Березняков понемногу переселяют. Сами горожане признают, что процесс этот идет весьма небыстро. Новые же трещины в самых неожиданных местах появляются постоянно. Совсем недавно ученые заговорили о том, что город может ожидать глобальная катастрофа, если в Дышах доберется водокамы. Максим Короткин, Алексей Чернюк, Русская Атлантида, Центр Внимания. Продолжение следует...